Привет, друзья! Я специально собрал для вас очень интересных людей. Андрея Замятина, Стефана Диаса и Хосе Кассидори. Все это мы делаем на площадке Юрия Спасококотского. Спасибо ему за то, что помог организовать данную трансляцию. Смотрите, это очень-очень интересный ролик, познавательный. И если вам понравится, пишите в комментариях где угодно. У Юры на канале пишите мне, пишите Андрею, Стефану, и мы будем продолжать делать подобные ролики. Потому что, когда сходятся разные точки зрения, это все очень и очень интересно. Но что самое главное, мы приходим к какому-то консенсусу, и вы понимаете, как правильно и грамотно тренироваться. Друзья, всем привет! Юра, спасибо тебе большое, что предоставил свою поддержку. Мы все здесь сегодня встретились. Я очень благодарен ребятам, Андрею, Стефану, Хосе, что нашли игре, потому что все мы делаем одно дело. И я думаю, сегодня будет очень интересно и познавательно. Хосе — это... Если Андрея и Стефана вы уже знаете, то Хосе — это тоже очень рамотный специалист по физической подготовке, и у него много учеников. Он учился, закончил университет в Бразии, и учился потом уже тоже, как и Стефан, у Виктора Николаевича Суперчанова. Андрея Заняйцевна, но вы все прекрасно знаете, он и выступающий в прошлом годе юнг, чемпион мира, непосредственно предполаганная часть юнг и теория. И не знаю, как оснащенные. У кого разговорились, кто-то громко очень говорит. Стефану попросите, чтобы не ходили, если можно. И Стефану надо бы тоже все прекрасно знать. Это специалист в области физической подготовки. Восемь лет он был главан Андрея Андреем подготовки, в клубу, который сейчас один из основных лучших, если не зажать, что это лучший в мире по подготовке бойцов. Почему я собрался бы быть всех здесь? Потому что мы делаем это дело, но часто смотрим на одну и ту же вещь с разностью дорог. Друзья, сначала я составлю слово Андрею, потому что мы с Стефаном на МКС, реально себя смеялась, но я Андрея попросил, чтобы мы выложили это видео. Мы сделали обзор на видео, которое Андрей делал с Головинским. И сегодня начнем с обсуждения вот этих тем, этих вопросов, которые наверняка у Андрея в том числе после просмотра этих роликов. Андрей, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер всем. Мы же с Гором пообщались, и я просто подошел в скринь, что... Почему-то на трансляции... Подождите, 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 друзья. Стоп. Андрей, остановись. Что случилось? У нас идет почему-то эхо на стриме. Значит, надо сейчас как-то регулировать. А мне кажется, оно хорошо уже. Вот вдруг он тут пару раз. Ребята, скажите, эхо еще есть? Меня сейчас слушают. Вроде все хорошо. Может у кого-то что-то лишнее. Один. Один. Друзья мои, подождите, мы сейчас эхо уберем. Это заметнее проявим. Один. 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 Вроде эхо уже нет. Попробуй что-то Андрей сказать сейчас. Добрый вечер всем. Нету эхо. О, хорошо. Подождем. Ага. Ты говори, а я буду регулировать, Андрей. Ага. Да. Егор со Стефаном сняли обзор на стриме. У меня такое сложилось впечатление, что Стефан просто не совсем понял, о чем я говорил. Стефан сказал, что я говорю конкретно про объем тренировочный. Да. В плане, что это считается тоннаж. То есть КПШ. Так вот, я про такие объемы никогда не говорю. Мое понятие объем для бодибилдинга – это количество стимулирующих повторений. То есть охот отказных, либо отказных суммарно. Вот для меня объем вот это, а не то, что там вес на штанге умножается на количество повторений, на количество подходов. Поэтому в этом разрезе, в этом разрезе, да, я объясняю. Стефан начал как бы говорить о том, что отказ лучше, чем не отказ. И вот здесь опять-таки Егор его правильно поправил. Что я не говорю, что нужно работать в полсилы. Я говорю, что не обязательно доходить в каждом подходе до отказа, а можно останавливаться за одно или за два повторения. Но при этом сделать несколько больше подходов. Вот о чем была суть. И связано это, конечно же, с физиологией. Поскольку, когда мы включаем в работу 80% усилия, да, то есть от максимально производного, то уже включены в работу все двигающие единицы, которые только есть. Поэтому эффективность первого повторения до отказа и второго, они примерно одинаковые. Но для натурального атлета постоянно работать в отказ может привести к центральному утомлению и переутомлению. Приходится делать какие-то разгрузочные циклы, о чем Стефан совершенно правильно сказал. Но можно до этого и не доводить. То есть я за комбинацию, чтобы не все подходы были до отказа, а какая-то часть была около отказа за одно-два, а какая-то часть да. Вот по этой, как бы вот резюме у меня такой маленький вот такой вот по этому именно фразе. Угу. Я все. Сейчас, секунду. Можно говорить? Так, Андрей, ты закончил? Да, 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 я согласен. Стефан, я вижу, хочет со своей сделать реплику. Да. В принципе, сначала хочу просто сказать, что... Стефан, пожалуйста, говори, я буду регулировать твой звук. Да. Конечно, уважаю Андрея, забывайте все работы, которые он делает. И люди тоже иногда хотят, чтобы он был против другого. И это не моя идея, не Егор. Поэтому мы здесь. На самом деле я даже целое видео не смотрел. Они начали задавать такие вопросы вместе с нашим стримом. Окей? И поэтому было недопонятие. Я думал, что ты говорил одно, я говорил другое, и они сделали их вместе. И поэтому мы здесь сегодня. Ну, в принципе, можно уточнить. Но я хочу кое-что уточнить и показать именно по поводу этого, когда мы сделаем подходов до отказа. И если следовательно интересно, которое я здесь собрал, и хочу тоже об этом говорить. Чуть-чуть попозже. Ты всё с ней просто? Да, это интро. Или ты хочешь, чтобы я сразу говорю? Хорошо. Давай лучше сразу обсуждать, да. Кто-то хочет... Хосе, ты что-то добавишь перед тем, как Стефан начнёт говорить? Ну, пока нет, посмотрим, как будет наше обсуждение. Давай, Стефан, тогда продолжай. Окей, чтобы тогда... Единственное, я тоже хотел бы задать вопрос... Стефан, пожалуйста, говори в свои исследования. Не, подойди. Я задал один вопрос, да. Андрею, Стефану и Хосе. Вы считаете правильным уточнять вот то, о чём я всегда говорю? Люди не понимают иногда до отказа и в отказ. То есть до отказа это когда мы останавливаемся за повторение до отказа, а в отказ это когда мы непосредственно уже ловим на себе вот, к примеру, негативный отказ. Имеет смысл об этом говорить? Потому что некоторые критикуют меня, говорят, что нет смысла в этом. Да, по определению, как я вижу, это не совсем правильно. И даже в США. В США не говорить to failure. Это означает, ты сделал до сей пор, ты не сможешь это сделать. И ты должен сделать 10 RM, repetition maximum. Это означает, ты сделал 1, 2, 9 и потом это 10. И всё. Это означает, это до отказа. Это как я понимаю, а ты за меня, ты понимаешь в такой-то порядке или как. Да, я понимаю тоже так же, как сказал ты. То есть до отказа это когда я смог это повторение до конца закончить и понимаю, что следующее я не сделаю. Я не сделал по одному. Да, но бывает, что люди как бы заходят за отказ. То есть вот он 10 и как-то еле дотянул. И он идет на 11 и оно получается на половину и он бросает. То есть некоторые ты понимаешь так, некоторые так. Да, но это как по определению. Я не знаю, Кассидорий, как ты думаешь, что такое до отказа? Но обычно в книгах написано так, что до отказа, например, выполнять упражнения до отказа. Значит, что человек уже не может делать сам это сокращение месяц. То есть концентрический режим. Это отказ. Но если мы говорим выполнять упражнения до отказа, мне кажется, что это значит именно это. А если мы говорим просто до отказа, как Егор сказал, я даже понимаю из них. Значит, до это чуть раньше. Но по определению книги, значит, уже отказ. Он не может. Но отказ это что? То, что говорит Андрей, что ты десятое не делаешь, потому что ты понимаешь, что ты его не сделаешь. А понимают люди, что они идут на это повторение, когда их задавило, а они считают, что это они поработали до отказа. Большинство, поверьте мне, так понимают. Скажи, Юх, ты тоже согласен, что многие считают, что до отказа задавило? Конечно. Конечно. Окей. Давай тоже определение. Как в США большое учреждение National Strength and Conditioning Association, NSCA, я не тоже определяю, когда человек не может сам, как Кассидори сказал, концентрически выполнять действие, это уже до отказа. Либо когда же форма начинается улучшаться, это ты сделаешь упражнение. А форму ты не можешь поддержать, это уже мы считаем как до отказа. Это как я говорю, как я считаю. Правильно тоже. Ну все, с этим разобрались. А, Хосе, да, извини, говори. Можно, говорю? Сейчас. Пожалуйста, Хосе, твоя очередь. Я считаю, что в нашей области знания всегда существует много проблем, связанных с терминологией. А поэтому всегда нам нужно обсуждать, чтобы понимать, о чем мы говорим. Я дам вам хороший пример. Я не знаю, как на русском или как на английском. Но на португальском, здесь иногда мы обсуждаем такой термин. Максимальный повтор. Много людей говорят так. Максимальный повтор, это когда ты делаешь, например, один раз. Но на португальском языке повторение значит, как минимум, два. А я об этом говорю. В терминологии всегда есть проблемы. Это как в режиме работы. Иногда мы говорим так. Изометрический режим работы. То есть, без движения. Мышцы делают определенные напряжения, но без движения суставов. Да? А если мы смотрим на молекулярный уровень, есть маленькие движения. Это, даю хороший пример. Когда мы ходим на мосту. Если ты смотришь далеко, кажется, что мост не двигается. Но если ты ходишь и мимо тебя стоит грузовик, ты чувствуешь, что он двигается. Понимаешь? Поэтому всегда говорю. Очень сложно понимать очень точно терминологию. Всегда есть проблемы. Тем больше мы на три языка говорим. Понимаете? Господа, господа. Не до понятия. Давайте будем последовательными. Мы сегодня встретились с определенной целью. У нас были определенные разногласия. Я попрошу сейчас Егора, так как он является, в принципе, нашим инициатором этого собрания, сказать, какие именно основные пункты разногласий были, насколько ты их понимаешь. Можешь Егору высказаться? Могу, но я бы хотел, чтобы Стефан закончил тему про объем. Нет, подожди. Тогда, перед тем, чтобы я закончил, Лючи слушает сразу Андрея Замятин. Как он думает? Что Лючи сделает? Дотказ? Тогда, когда меня больше концентрически сделает? Или остановить чуть-чуть раньше? Давай подумаем по этому мнению сначала. Хорошо. Андрей, пожалуйста, покомментируй. Я всегда говорил и говорю, что работа до отказа – это самый оптимальный режим тренировки. Но есть одно но. Иногда лучше чуть-чуть пожертвовать маленькой долькой, не довести до отказа, сделать чуть побольше, но при этом восстанавливаться быстрее. Вот о чем. У меня нет разногласий с тем, что отказ хуже, чем не отказ. Отказ – это самый эффективный способ. Но у каждого есть свои восстановительные способности, которые могут определенное количество этих отказов выдержать. И иногда разумнее сделать почаще, по чуть-чуть, не до отказа. И суммарно набрать больший объем именно вот этого механического напряжения факторов, как вы говорите, чем один раз убиться за неделю и потом 10 дней восстанавливаться. Хотя, когда мы говорим про циклические виды спорта, понятно, что у них большой объем технико-тактической работы. И у них нет возможности ходить и качаться каждый день. У них специфика другая. Вот в таком случае, возможно, есть резон прийти раз в две недели бомбануть объем, а потом заниматься спецификой. То есть, я еще раз говорю, отказ – это самый лучший, оптимальный способ. Но есть всегда какая-то дельта, когда лучше понять, что лучше перенести, лучше потерять. Маленькую дольку, маленькую, да, но сделать побольше суммарно за неделю, где легче восстанавливаться, чувствовать себя хорошо, не вылетать из социума и получать чуть меньше гипертрофию. Но суммарно она все равно, как через дело, может погнать. Вот, я закончился. То есть, я уточняющий вопрос задам. Ты допускаешь, что хорошие результаты могут быть получены как при работе до полного отказа, так и при работе почти до отказа, но чуть-чуть не меньше, да? То есть, приближение просто к отказу. Да. То есть, можно остановиться заодно два повторения не до отказа, но просто сделать на один-два подходика побольше. Я сейчас не буду обравить. Да, да, да. То есть, все индивидуально, более точно это уже можно сказать при составлении плана тренировки конкретного, да? Совершенно верно, да. Хорошо, хорошо. Теперь, хочу спросить, соответственно, Стефана и Хосе. Стефан, давай ты первый. Окей. Чтобы, обычно, брал следование, овощи здесь, и люди совсем не поняли, как говорить, в этом я спросил слово Андрей. Ильич, так. Следованный свежий, 2009, однозначно, странировки конкретные и осуществления. Что вы смотрите? Они брали, это было сделано в Японии, да? Раз, два, четыре, пять следователей. И они брали группу. Они брали группу с Питуми. Брали десять из Питуми. Все мужчины, которые имели уровень достаточно хороший. И они были не новички, не профессиональны, но с Питуми тренерами. И они что делали? Они делали, чтобы группу сначала тестировали на максимальную изометрическую силу. Потом посмотрели максимальный повтор, один РМ. Брали всю эту группу и дали, чтобы они сделали три подхода от приседаний. Сейчас, сейчас, сейчас. Приседания. Нет. Приседания с и штангой на спине, да? Приседания с и штангой. Три подхода. И два варианта. На первый раз, после все тестировали, после разделили группу, чтобы было примерно однаково уровень силовой способности. Они сделали, чтобы они приседали от 75 процентов. Это означает, чтобы было легко. Человек сделал от 100 килограмм один раз. Брали 75 килограмм на спине. И он сделал до отказа. Тогда он приседал до отказа. До отказа, как мы говорили. Когда он концентрически больше не может сделать сам по себе. И сделали три подхода. Отдых был. Сейчас скажу. Отдых был. Две минуты. Потом я посмотрю еще здесь детали. Отдых. Но что самое главное здесь смотрели. Далее еще две недели. Просто я хочу позже. Дали две недели. Все, выходи. Они не тренировались. И брали ту же самую группу. И потом разделили эту группу. И теперь сказали. Давай теперь. Вы будете сделать 6 подходов. Тогда похоже, как за меня здесь сказал. 6 подходов. Но наполовину повторений. Если человек сделал тогда 12 повторений. через две недели. Через две недели он сделал. А не 3 подхода на 12. А он сделал 6 по 6. Понятно идея? Да. Да. Это получаешь тот же самый объем. Но они разделили объем на половину. Но сделали больше подходов. Это была идея. Окей? Что случилось? Они посмотрели, что группа, которая сделала недоотказ. Тогда тот же самый вес. Тоже самая группа людей. Тоже самое упражнение. Группа, которая недоотказа сделала. Они концентрат лактата. Концентрат гормон роста. И кортизол было побольше в случае, который до отказа. Это означает тот же самый объем. Но группа, которая до отказа сделала. Лактат побольше. Кортизол побольше. И гормон роста побольше. Даже скажу на сколько. Смотри на сколько. Лактат был 7 ммол на литр до отказа. 3 ммол на литр, который больше подходов не до отказа. Гормон роста 12 нанограмм на миллилитр. А недоотказа только 4. Получается 3 раза больше гормон роста. Кто до отказа сделал. И кортизол примерно на 1,5 раз больше. Было 19 отказ и 14, которые сделали не до отказа. Они тоже смотрели тестостерон, IGF 1 и максимум изометрическая сила. С максимум изометрическая сила. Что они смотрели? Они смотрели, что на следующий день, 24 часа после тренировки, надо снова тестировать. И сила падала больше теперь, на кто работал до отказа. Тогда есть разные идеи здесь. Они мне говорят, мы как специалисты, как тренеры, мы должны все это интерпретировать правильно. Если ты хочешь сделать просто, чтобы было больше эффектов, именно для стимулирования метаболизма можно сделать до отказа. Но затем мы должны посмотреть, если, как Андрей Замятин говорил, если спортсмен в другой вид спорта, который есть еще техническая работа, которую он должен выполнять, мне будет очень хорошо работа каждый раз на отказах. Потому что он будет, мышец будет болеть, изометрическая сила падает, означает, что его организм не в полном состоянии. Тогда надо посмотреть, в какой районе ты хочешь сделать. И почему тогда тестостерон и ИДФ не увеличивали? Люди исследователи не могли объяснить, но я как уже стропуляцию могу сказать, потому что было только одно упражнение, три подгода. А есть исследование, которое нужно минимум шесть, либо восемь упражнений, либо больше подходов, чтобы стресс был такой большой, чтобы увеличивал больше тестостерон. И то, и другое. И даже в группах, которые шесть подгода сделали наполовину, тоже не увеличивали. Потому что я думаю, что только одно упражнение, либо объем не был такой большой. Я думаю, у Андрея есть что сказать. Единственное, что давайте, друзья, сразу договориться. Мы говорим сегодня исключительно только о гипертрофии. Нас не интересует, что кому-то хочется еще в теннис поиграть или копье покидать. И исключительно о гипертрофии для культуристов, для бодибилдинга, так называете. Подожди. Если исключительно для культуристов, тогда до отказа в этом варианте показывают больше результатов. Но затем надо очень аккуратно, потому что человек может перетренироваться тоже. Это один момент, который надо аккуратно. И буду говорить дальше на другое исследование, но дальше. Ну, давай сейчас Андрею скажем. Ну, сначала касаемо этого исследования, да. Во-первых, я здесь не услышал именно, какой результат был в гипертрофии. Но потом, Штефман, ответишь. Потом, потом, потом ответишь. Сейчас я договорю. Второй момент. Очень некорректно, что люди работали в полсилы. Я, когда говорю про тренировочный объем, я говорю, что эффективно, то есть те повторения, которые приводят к гипертрофии, к запуску стимулы, это последние 5-7 повторений в подходе к отказу. Здесь получается, что ты вообще не набираешь объема именно тренировочного, тот, который стимулирует. Поэтому такая тренировка, она приведет к маленькой-маленькой гипертрофии. И я у тебя на странице, буквально вчера, после вашего ролика, выложил исследование на спортсменов, которые стаж 8 лет. И одна тренировка тренировала в процентовке. То есть был в работе вес 70%, условно говоря, на 10 раз до стажа. Но они работали одну тренировку 80% от этого веса до рабочего, другую 70%. И вот у них в течение всех 10 недель они эту процентовку не имели. То есть была волновая эфиритизация. То есть они вообще до отказа не работали ни разу. А вторая группа работала все 3 раза до недели до отказа. Сделали одинаковое количество упражнений, то есть приседания по 3 подхода. То есть одни работали в отказ, а другие работали 80% от рабочего, 90% в 60%. И вот в результате сама гипертрофия получилась больше у тех, кто работал не до отказа. Хотя силовые выросли чуть-чуть больше тех, кто работал до отказа. Это просто что касаемо чисто исследования. Да, поэтому тут вариантов может быть много и причин может быть много. Второй нюансик по поводу вот как раз таки кардизола после тренировки. Это правильно показывает, что большое количество травматики происходит. После отказных тренировок в большом объеме происходит большое количество травматики. И это естественно снижает изометрическую силу и снижает восстановительные способности. То есть человеку после такой тренировки надо дольше восстанавливаться. Что касаемо гормонов, вот с Егором мы уже разговаривали. У меня снято, я специально снял 6 роликов про тестостерон. Очень подробно, со всеми ссылками, со всеми исследованиями. И вот там получается информация такая, что в принципе сами по себе гормоны, по сущности, они не могут секретироваться быстро. То есть для секреции, именно для секреции гормонов нужно как минимум час-два. А те гормоны, которые повышаются во время тренировки, вот это повышение связано, скажу по-простому, с вязкостью крови. То есть гемоконцентрация увеличивается. И вот есть небольшое количество, всего 3 или 4 исследований я нашел, где помимо роста гормонов проверяли еще гемоконцентрацию. И вот во всех этих 4 исследованиях все повышение тестостерона полностью нивелировалось повышением вязкости крови. Прямо процент в процент. Тоже понравилось мне, как Хосе проговорил про локальные внутренние факторы. То есть ИГФ-1, механический фактор роста. И они тоже реагируют рано. То есть когда тренировка закончилась, механический фактор роста повышается только через час после тренировки. Поэтому мы говорим с вами о том, что гормоны, конечно, важны. Это офигительная аномболическая среда. Но она работает после. А сначала работает механостимул. Он запускает транскрипционные факторы. Они заходят в ядро, а дальше подключаются гормоны и начинают либо ускорять процесс транскрипции, если это анаболические гормоны, либо замедлять, если это кортизол. То есть они как регуляторы получаются. Поэтому еще раз говорю просто при всех. Замятин никогда не говорил, что гормоны не важны. Замятин всегда говорил, что не надо гоняться за гормонами на тренировке. Вот пока у меня все. Если вопросы будут, я добавлю. Юр, ты что там 1, 2, 3? Мы тебя все слышим. Всех слышно. Ребят, что? Мы... Тебя слышно, Юр. Тебя слышно, Юр. Мы тебя слышим. Да. Да нет, всех слышно. Просто ты молчишь. Мы сейчас еще будем... Хосе, ты будешь только говорить уже сейчас или подытожим сначала отказ или не отказ? Ну, можно говорить чуть-чуть. Но я считаю так. Отказ – это большое влияние упражнения на организм. То есть, это нарушение гомеостаза, очень сильное воздействие. Большая тренировочная нагрузка. Понятно. Поэтому более эффективнее. Я тоже понял, о чем Андрей сказал раньше, что иногда мы делаем не до отказа, но суммарный объем в течение недели, две недели получается чуть больше, поэтому эффект больше тоже. И в предыдущий раз, когда мы сделали стрим, я, Стефани и Егор, мы даже говорили о волнообразной динамике нагрузки. Помните? Конечно, если мы делим, например, десять подходов, все до отказа для одной мышечной группы, будете более, и мы будем тренироваться в следующий раз через неделю. Конечно, потому что влияние упражнения очень большое, очень значительно. А поэтому надо просто рассматривать, в какой уровень подготовленности ваш спортсмен или ты, если сам придурается. Поэтому выбор отказ или не отказ – это надо просто учитывать ситуации, разные обстановки. Сейчас связано с гипертрофией и разными методами, как вы говорили, 70% – это максимум, 90% – это максимум. Я всегда говорю так – не понимаем. И слушать меня? Говори, говори, Юра, что-то там все с кем-то общается отдельно. Егор, Егор, отправь ему сообщение, чтобы все в порядке, чтобы он понял. Все в порядке. А кто не слышал? Ребята не слышали? Сейчас я и напишу. Ребята, а нас? Ребята, вы слышите меня, когда я говорю? Да, ну давайте пока тогда подытожим, чтобы всем было все понятно. Чтобы всем было все понятно. Касей не договорил. А, не договорил Касей? Касей не договорил. Извиняюсь, извиняюсь. Касей, давай. Но мы говорили, что существуют, например, разные методологии. Например, 90%, 70% от максимума. И получаете разные эффекты, когда речь идет о гипертрофии. А я всегда говорю так – каждая клетка работает отдельно, индивидуально. И что надо провоцировать дым внутри. Только это включение, так скажем, сигнализации, транскрипционных факторов. И информационная резинка и так далее. Транскрипция и трансляция. Вот. И чтобы делать это, нужно определенный уровень стресса. Если мы делим, например, большое механическое напряжение, но как 90% от максимума, почему поперечное иссечение мышцы не очень много увеличается? Потому что получаете стресс только в определенном количестве волокна. Потому что у них есть разный метаболический профиль. То, что вы говорили внутри, я не верю в это. Если мы делаем, например, 70%, мы будем включать примерно 70% двигательных генит. Ну, например. И мы начинаем делать это вот. И повторение, повторение, повторение. И когда уже сами гликолитические мышечные волокна после этого 80% начинаются, утомляются, мы просто увеличиваем наши возбуждения и включаются еще и следующие, которые еще не включили на работу. Поэтому получать эти стрессы, как можно сказать, и большее количество волокна. Поэтому все они будут получать эту транскрипцию, трансляцию и как результат гипертрофии. А почему? Если мы говорим о гипертрофии для спортсменов, что мы должны думать. Поперечные сечения – это сумма. Это сумма. Поперечные сечения каждого волокна. А поэтому нужно сочетать тренировки с большими весами, чтобы вызывать утомление весами из этих волокнах. Иногда не очень высокие, чтобы вызывать у других. Иногда низкие. Например, как мы говорили в предыдущем раз, изотон. Изотон – это маленький вес. Происходит это… Я даже забыл. Когда кровь не может пропустить между волокнах. Это… Гипоксия. Да, да. Гипоксия – это следствие. Феномен, когда кровь не может происходить, ищение, ищение. Когда происходит ищение, 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 ищение. Это глупоксия. получается транскрипт и трансляция. Нужно просто вызвать стресс в каждом месяцном волокне. И потом уже сумма получать увеличение поперечных сечений месяцев. Это интересно, по моему мнению. Давай, Андрей, комментарии от тебя. Да. Хосе, мы про это-то никогда и не спорили, потому что, как бы, я прекрасно понимаю, что если работать даже с весом 30-40%, но до отказа, то происходит рекрутирование всех мышечных волокон. Поэтому гипертрофия, в принципе, без разницы, с каким весом ты работаешь, если ты работаешь до отказа. Хотя ограничения, конечно, небольшие есть. Да. Вопрос в другом. Ты спросил, почему, когда мы работаем на 3 повторения, у нас гипертрофия меньше, чем, когда мы работаем на 6. Да? Был вот такой. Ты говорил, если мы делаем на 3 повторения, на 3, а другой делает на 10, то у того, у кого 10 повторений больше. О, это гипертрофия больше. Конечно. Потому что те, кто делает на 10, у них объем стимулирующих повторений, то есть самого механического напряжения больше. И вот здесь надо не тоннаж считать, а количество повторений, которые близко к отказу. То есть условно говорю, условно. Когда мы с вами работаем, у нас последние там 5-6 повторений запускают вот эту каскадную реакцию. И когда я делаю 10 повторений, у меня за один подход получается 5-6 таких повторений. А когда я делаю на 3, у меня получается только 3. В итоге я должен просто по 3 повторения с большим весом сделать больше подходов. И тогда суммарно я наберу то же количество стимулирующих факторов. Я согласен. Здесь объем, да, должен считаться вот так. Одну минуточку. Меня слышно? Да, сейчас тебя стало слышно. Друзья мои, могу ли я попросить вас минуту? Да. Дело в том, что вот я, насколько вы знаете, 27 лет исследую такой вопрос, провожу, собираю статистику, что в натуральном бодибилдинге при выполнении работы с низким процентом от одноповторного максимума, с высоким количеством повторения, хотя в теории мы говорим о том, да, сейчас, что можно добиться такой же точно гипертрофии, как и при выполнении. Но мы только что говорили, что 30-40 процентов могут в теории дать такую же гипертрофию, как и 80 процентов. Но я с чего начинал? Что я работал приблизительно с весами 60 процентов и не было гипертрофии. Когда же повысил рабочие веса, то есть механическое напряжение создавалось на 5-6 повторений до отказа, почему-то у меня началось, ну, при натуральном бодибилдинге гораздо больше гипертрофии. То же самое прослеживаю уже много лет с людьми, практикующими там натуральный бодибилдинг в зале. Есть сторонники, как вы знаете, теории, что можно и 15 повторений, и хороший гипертрофий вызывать, и есть сторонники более силового такого подхода до 10 повторений. Может быть, это все-таки связано с наличием или отсутствием гормональной поддержки? Можете по очереди дать свои комментарии, потому что это очень важный вопрос, который интересует наших зрителей. Сколько же повторений делать, занимаясь без фармакологической поддержки, более продуктивно? Или надо чередовать различное количество повторений? Андрей, давай начнем с тебя. Юр, смотри, здесь вопрос в чем? Во-первых, зависит от мышечной композиции самой. То есть у кого какие волокна прикладают, это тоже влияет. Второй, зависит в каком режиме выполнять. То есть сделал ты на 15 повторений до отказа. Сколько у тебя отдых между подходами? То есть если ты раньше всегда занимался на 5-6, то буферные системы внутримышечные, они не готовы к такому снижению PH. И тогда вот это многоповторка в 3-5 подходах через 3 минуты, она реально может разрушать мышечные структуры. Потому что PH будет снижаться. А буферные системы твои не готовы. Но когда ты тренированный и потихонечку входишь в этот режим, то твои внутримышечные буферные системы, они развиваются. И ты уже не закисляешься так сильно и никаких разрушений у тебя практически нет. Может это быть связано с этим. Второй момент. Для меня многоповторка это 15 повторений. 25 это для меня уже очень много. Поэтому моя практика показывает, что 12, 15, 6, 8 разницы в гипертрофии практически никакой нету. Особенно если эти режимы чередовать. Мы только что говорили о том, что даже 30-40% может давать гипертрофии при работе до отказа. А это именно 25-30 повторений будет. Ну вот хсер будет дать. Нет. Могутри. Сейчас прямо секундочку. По поводу 30-40%. Вопрос в каком режиме выполнять. То есть если ты выполняешь с расслаблением, это будет 25 повторений. А если ты работаешь внутри амплитуды, как все бодибилдеры работают, это получится 15, ну там, ну может быть, чуть-чуть побольше. А темпа зависит. А если еще замедлять движение, еще меньше получится повторений с тем же весом. Ну да, да. То есть взрывную надо делать концентрическую, а негативную надо замедлять. И получается в районе там 3-4 секунд на одно повторение. Получится как раз таки вот с этим весом, ну в районе 15 повторений. Все. Хасер, ты хотел дать комментарий. Да, я думаю так. Связанность с количеством повторений. Иногда да. Я считаю, что каждое упражнение требует чуть по-разному. Почему? Потому что, например, если я сделаю приседания, каждое повторение длится чуть больше, чем, например, разгибание предиплечья. Понятно? То есть это разное время. А это метаболический процесс, он функционирует естественно, природно. Понятно? То есть, если мы делаем 5 повторений в приседании, получится, например, 25 секунд, 30 секунд. Если я делаю 5 повторений разгибания предиплечья, это будет примерно 15 секунд. А я считаю, что хорошее количество повторений, это когда мы стимулируем мышцы около, как минимум, 20 секунд до 40-50, максимум, минут. А поэтому все зависит от упражнения. Надо считать время и повторить, повторить, повторить. И смотрим, как это будет. Как я сказал, некоторые упражнения, вполнение происходит очень быстро, в каждом цикле движения. То есть это уступающий режим и концентрированный режим. Например, 5 секунд. А может быть другие чуть больше, а может быть другие гораздо меньше. А поэтому надо это рассматривать хотя бы. Пожалуйста, Стефан. Я уже говорю, замятец. Теперь я по очереди. Какие у нас культурные все эти участники. Так по очереди. Раз, два, я по другу. Пожалуйста, давай, Стефан. Юра, вопрос. Да, сначала я согласен с Хосе Касидори. Очень хорошо говорю, если есть группа мышц, которые быстрее сделают 5 повторений и другие побольше. Поэтому можно считать время под нагрузкой. А ты, Юра, вопрос лично. Ты знаешь методика все это Силуянова? Ну, достаточно много изучал я. Вот. А ты уже тренировал как Силуянов, как он говорит? Дело в том, что некоторые его принципы вполне соответствуют моей теперешней тренировке. Например, 2 недели между, 1 или 2 недели между отказными тренировками. Во-вторых, от 5 до 9 сетов на мышечную группу за тренировку. И большой отдых между подходами на гликолитические мышцы, на гликолитические волокна от 5 до 10 минут. Вот эти принципы, я сам к ним пришел в процессе практической работы. Но некоторые его рекомендации, тем не менее, не совпадают с моими. Какой момент? Значит, по поводу методики Силуянова, время под нагрузкой не совпадает. Вот смотрите. Допустим, я выполняю 5 повторений на бизнес. В силовом стиле. Или 5 повторений в жеме лежа. У меня есть гипертрофия мышечная, однозначно. Но фактически, если бы я выполнял с непрерывным напряжением, это было бы 20 секунд. 5 повторений. Но у меня там идет большая... Или в приседании 5 повторений. Если бы я выполнял с непрерывным напряжением, это было бы 20 секунд. 5 повторений по 4 секунды. Но у меня очень большая фаза расслабления. Если мы посчитаем реальное время под нагрузкой, без этой фазы расслабления. Ну, вы понимаете. Присел, встал, постоял 2 секунды. Это не идет работа. Соответственно, можно увидеть, что время под нагрузкой даже меньше, чем 20 секунд. Но гипертрофия очень большая. Если же я, допустим, даю 40-45 секунд непрерывно под нагрузкой, непрерывного напряжения. Для меня это будет такое очень долгое время под нагрузкой. И у меня не происходит гипертрофия. Хотя, в теории, должно быть как минимум 20 секунд непрерывно под нагрузкой. Я правильно понимаю? Спасибо, Леон. Это как Хозе говорил. Да, в принципе, видишь, ты понимаешь его теорию. И много факторов используешь. Это хорошо. Так, так. Но надо... Знаешь, почему сложно иногда говорить, когда в исследовании? Потому что иногда они говорят, окей, ты сделай только 30% от максимума. Работа до отказа. И гипертрофия потом в конце будет однакова или похожа. Но когда Силуянов говорит, он распределяет либо на тип один мышечный волокон, либо на тип два. И немного следований в таких принципах. А это очень важно. Тогда, чтобы объяснить, можно ответить на твои вопросы. Ты сказал, много раз ты работал в такой-то режиме, ты начал использовать теперь большими весами, получил больший эффект. Почему? Потому что, может быть, ты уже был тренированный в такой-то определенный тип один и типа два А, например. А теперь, когда ты начал поставить больший вес, ты выключал два ЭКС, самый быстрый мышечный волокон и тоже дополнительная гипертрофия. Поэтому мы должны посмотреть. А в конце я буду говорить, как, я думаю, что можно больше эффективно даже говорить с помощью всей наукой и знаний Силуянов. Но не говорю сейчас. Но просто, чтобы завершить тему, смотри. Есть исследование тоже от Брэд Шэмфер. И он сделал две группы. И они... Первая группа на тяжелой тренировке была повторений от двух до четырех. И группа, которая средняя, восемь-двенадцать повторений. Что вы думаете? И все тренировались три раза в неделю, восемь недель. И сделали семь упражнений, самые большие группы мышц. Какие результаты вы думаете, что получили? Не Катамина, Стефан, говори. Не, хочу, чтобы Юра подумал. Ну, я, естественно, считаю, что больше гипертрофию получат при низкоповторном тренинге. Но я же не видел, как они именно тренировались. Вот, вот. Именно так. Но тоже и той другой группы, они гипертрофию получились. Видишь, поэтому, когда ты смотришь только исследование такое, а ты не понимаешь, а где эта гипертрофия больше случилась. Поэтому Силуянов предлагает больше в детали и посмотреть, типа, один отдельно и типа два. Потому что, если ты просто смотришь общая сумма, а, и то, и другое получает результат. Я, да, но для больше типа один, если ты сделал большее количество повторений, больше метаболической гипертрофии, более полезно. А как мы доверяем это? В свое исследование я сделал то же самое для футбола. У меня в небо биопсия была, но со смирением. И все люди, которые сделали приседания, и был очень маленький вес, половина от веса, собственный вес. И мы тренировали 10 недель, два раза в неделю. Что случилось? Люди становятся сильными. И с точностью, которую мы тренировали, и точностью. Мы могли увеличивать точность и сила. А группа, которая точность и сила, но про динамика, но вес маленький, тоже самый вес по нагрузке, но с разлаблением не в изотон, они не так много увеличивали. Да, что дальше? Было следование Попов, он тоже ученик Силуянов был, и он следовал в лаборатории, там, который примерно как НАСА, здесь, в России, который космонавты изучают. Роскосмос, да. Да, космонавты изучают в России. И они именно посмотрели биопсию, и посмотрели, что изотон занимает больше типа 1, гипертрофию получает. А когда динамическая с большими весами, и тогда, коротко уже скажу, то и другое получает эффект. Как мы могли тренировать, как мы должны тренировать? Периодизацию надо включать. Периодизацию, конечно, периодизацию. Это чуть позже, Стефан. Я знаю, что, я уверен, что Андрей хочет дать комментарий по поводу времени под нагрузкой. Я знаю, есть своя точка зрения на этот вопрос. Но пока, друзья, вы не читаете, я вам скажу, вам пишут благодарности в комментариях за то, что вы нашли время, очень всем интересно. И от меня с Юрой тоже благодарность. Друзья, накидайте лайков, вас 150 смотрит, а лайков 60. Андрей, извини, тебе слово. Да, что касаемо времени под нагрузкой, я, конечно, не особо согласен, потому что я, честно говорю, я сторонник механического напряжения, да? Я не отрицаю там ни гормона, ничего, я просто объясню почему. То есть я вот эти 20 секунд могу делать 5 повторений, могу делать 10. В зависимости от того, как я замедляю свой темп. И мы понимаем, что если я искусственно замедляю свой темп концентрически, то рекрутирование снижается. Причем снизиться можно в два раза. То есть высокопорога не рекрутируется. В итоге получается, я с одним и тем же весом могу делать быстрее, медленнее, количество повторений будет разное, время под нагрузкой одинаково, но результаты тоже будут разные на самом деле. И вот здесь, что касается исследований Попова. Минус, минус исследований Попова, что они были все сделаны на новичках, на галимых новичках. Если мы берем зарубежные исследования, где также определяются типы волокон, они сейчас все распределяются по типам волокон, на профессиональных, то есть у кого стаж от 3 лет и выше, мы видим, что любая тренировка, даже с весом 90%, гипертрофируют как первый тип, так и второй. Причем у всех без исключения волокна 2х переходит в волокна 2а. Поэтому вот этот нюанс, его, конечно, нужно понимать. И вот этот, на самом деле, тот же Шенфилл, когда делал метаанализ, он говорит, нету точных доказательств, чтобы можно было сказать, что какой-то определенный тип тренировок может смещать нагрузку на один или другой тип волокон. у людей, которые имеют стаж. То есть на данный момент какая-то информация такая. Поэтому мне кажется, здесь нужно просто набирать нормальный объем тренировочных стимулирующих повторений, близких к отказу, равномерно его распределять по своим восстановительным способностям. Что касается метаболического, сейчас Хосе, я тебе дам слово, мне очень интересно, что ты скажешь. Что касается метаболического стресса, я думаю, что Егор мне задаст просто потом вопрос, чтобы я сейчас это все не смешивал, потому что у меня тоже есть свой взгляд на метаболический стресс. И пока я его не задал, я вам хочу просто, чтобы вы подумали над одной вещью. Если метаболический стресс усиляет гипертрофию, как мы говорим, когда создает гипертрофию, тогда ответьте мне на вопрос, во-первых, что такое метаболиты, что они делают во время физической нагрузки, помогают совершать тренировочный объем или мешают совершать тренировочный объем. И далее, креатин, как буфер ионов водорода, и бета-аланин, как буфер ионов водорода, они будут способствовать гипертрофии при приеме или будут ее снижать. Но это как бы на потом, а сейчас вот с Хосе, что скажу. Он хотел говорить просто. Я просто так вижу, мы меняем уже тему, я по этой теме хотел бы сделать реплику и передать Хосе слово. Хорошо, раз мы уже про метаболический стресс будем говорить. Я бы хотел по времени... Нет, он хотел, Хосе хотел добавить сейчас чего-то по предыдущей теме. По времени под нагрузкой Хосе, да? Да, да, да. Андрей сказал, что на Западе сделали много исследований и показывает, что неважно, например, какой уровень напряжения, 70-30%, 90%, всегда получается гипертрофия во всех мышечных волокнах. Да, я согласен, но при этом нам надо рассматривать это очень интересная штука. Когда человек тренируется без электромиограмма, например, первый раз, когда я был в России, я сделал это повышение квалификации. И когда мы были на лаборатории биомеханика, они сделали электромиографию на меня, я сделал сгибание преди плечи, на бицепс. Вот. И тренировался. И что я сам заметил, когда посмотрел на экран. Если я делаю изотон и мое желание, мотивация поднимать вес не увеличивается, я могу поддерживать рекрутирование только медленных и тысячных волокнах. Потому что я как? Спокойно делаю. Если, например, я уже утомил и делаю это психологические усилия, чтобы продолжать поднимание штанги, включаются больше. Эта миограмма так и делает. Высоко. Понятно? То есть, если мы делим контроль электромиограмма, что люди делают? Например, 20% начинают делать, рекрутировал только чуть-чуть. Например, 30% мишечных волокон. Когда они начинают утомляться, желание поднимать штанги, увеличивается, мотивация, возбуждение и рекрутироваться больше, и больше, и больше, и больше. И тогда получается отказ, когда количество волокна, которые еще не утомимы, уже не могут сами поднимать штанги. А если мы тренируемся с электромиограммой, мы можем как-то контролировать вазбуждение, потому что это будет на экране, и можем добавлять новые двигатели. То есть, если нет контролировать электромиограмм, конечно, получится гипертрофия в всех мишечных волокон. Потому что человек, например, поднимает штанги 20%, в другой случае, и когда он уже получил там лени, и еще получает больше, мотивация, чтобы продолжать работу, включает больше, больше, больше. И в конце концов, все практические, все мишечных волокон, стресс. И стресс включается в каскадную сигнализацию, в конструкцию, в синтезе белки. А поэтому я говорю... да, я понял. Вы закончили? Прямо пять секундочек можно? Давай так ты, потом я, хорошо? Да. Хосе, с этим-то все понятно. То есть, что касается циклических видов спорта, понятно, что им надо распределять какие-то определенные. Я говорю про бодибилдинг. И говорю, зачем в бодибилдинге ограничивать рекрутирование, если моя цель нарастить все волокна. И я, когда беру вес 80-90%, они у меня растут все. Зачем мне брать меньше? Это снижение эффективности тренировки. Теперь я хочу продолжить твой мысль. Дело в том, что я тоже предполагаю, как и Андрей, что когда мы берем три группы испытуемых, и они все показывают одинаковую гипертрофию с разным процентом от нагрузки всех мышечных волокон, возможно, речь идет о новичках. Мы не знаем, что это за испытываемые навряды, это брали бодибилдеров. И поэтому это не могут быть ни показательные исследования, из-за того, что есть так называемый такой термин, но не научный, новичковый прогресс. Но мы, безусловно, понимаем, что у людей, которые не занимались бодибилдингом, мышечные волокна растут даже при неидеальном стимулировании, не оптимальном. Вот Андрей говорил еще только что, что эффект с одними и тем же весом при быстром выполнении повторений и медленно может быть отличаться, хотя время под нагрузкой будет одинаковое. Правильно я понял, да? Можно сделать 5 повторений за 20 секунд, можно сделать 10, но эффект мышечного роста может быть разным, потому что скорость сокращения мышечного волокна. Рекрутирование при быстрой работе больше, насколько я понимаю, да? Вот. А что я тоже заметил в результате своих чисто практических исследований, что все-таки я работаю во взрывном темпе с большой мощностью, и я читал исследование, что когда вес большой, автоматически рефрутируются в мышечные волокна. Когда вот вес маленький, происходит то, о чем хосэш, надо еще дополнительно, мысленно проявлять какие-то усилия, да, болевые, чтобы сделать больше повторений, зайти дальше из-за таза. с большим весом ты его или поднял, или нет, ты автоматически вынужден, чтобы поднять там пять повторений, включить все мышечные волокна, как бы ты там хорошо или плохо не мотивировался. Но, если кто хочет сейчас высказаться, Хосэ или Стэфан? Егор? Хосэ. Да нет, Хосэ прервали, пусть продолжим. Хосэ, пожалуйста, говори. Я просто, когда Андрей сказал, зачем, надо, например, различать мышечные волокна для культуристов, а я сказал, у меня есть ответ. Но это ответ основан на размышлении, потому что нет таких исследований. Но, как есть предпосылка, то есть биохимические знания, это как предпосылка, чтобы размышлять и думать, какой хороший вариант тренировки. А как я думаю, например, если мы делаем, например, 30%, начинаем делать, 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 а потом устал, и случается больше, больше, больше. В начале уже подхода, в начале получается это закисление и утомление в низких порогах, в низких порогах двигательниц, то есть в тех волокнах уже получается утомление. и если продалжать, у праздники приучатся боли, 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 эти волокнах, катодиранш, уже получили стресс, они не могут давать боли, шои, 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 на праздник, но при, на праздник, у меня нещатся, это прород крови, то есть, нещени, и что может пройти ходи, теоретически, гипотези, это просто гипотези. Может быть, стрессы там уже неоптимальны, а больше, чем нужно, и там происходит апоптоза. Понятно, потому что, что интересно для гипотези, получать микротравы в миофибрилах, сократить волокнах, но не получать это разрушение мембраны клетчика, потому что, если получается эта разрушение мембраны, там входит лейкоцитовик, и эта волокна умирает, происходит хоптоза, и начинается все изначально. А поэтому, я думаю, что интересно с точки зрения размещения, это не точно, это просто распечатать, конечно, нет следствий, потому что даже никто об этом не обсуждал. Понятно? Может быть, искать какую-то оптимальную зону тренировки для гликолитических мышечных волокон и для окислительных. То есть, если мы делаем все одновременно, как существуют разные метаболические профили, некоторые волокон получаются больше, чем надо, стресс, и поэтому получается хоптоза, и это неоптимально для гипертонии. так, Андрей, говори, пожалуйста. Да, вот, Хасэ ты сказал как раз-таки про низкопороговые, они же все у нас фактически окислительные, то есть, как сам говорил Виктор Николаевич, низкопороговые окислительные волокна разрушить практически невозможно, а если мы возьмем вес 80%, это максимум 30 секунд. Неужто ты считаешь, что окислительные волокна за 30 секунд даже ишемии можно разрушить. Я думаю, что такого нет. но галиколитически-то я больше не возьму, у меня вес 80%, поэтому я и говорю, что когда мы качаем максимальную мышечную массу, разумнее взять вес 80%, потому что учебники физиологии показывают, что при 80% максимального произвольного усилия уже все, что можно рекрутировано. Дальше рекрутирование не происходит по-любому, повышается только частота импульсации, которая поддерживает это напряжение внутри всех волокон. Поэтому оптимальнее взять этот вес и с ним работать. Но мы можем добавить нагрузку на низкопороговые, можем добавить объем. Как это сделать? Отскинуть немножко весу и исключить из работы высокопороговые и поработать больше времени на низкопороговые, создавая на них механическую нагрузку, чтобы они тоже работали в титаническом сокращении. Это называется дропсет, да? Мегамотт на предыдущей стремить. Да, варианты есть. Но этот вариант идет не разделять это отдельно, а это отдельно. Они и так растут все, а вот добавить нагрузку на более высокие, которые могут получать еще дополнительный объем, это разумно. И поди-билдеры трансляция рухнула, поздравляю. Трансляция переподключения вроде бы, нет, возобновилось, все хорошо. Возобновилось? Друзья, можно... Ты хочешь сохранять, Юля, ты хочешь сохранить и начинать снова? Нет, я хочу высказаться, если можно. А ты сохраняй, давай. Все сохраняется, все сохраняется. Дело в том, что при выполнении дропсета очень большим сторонником дропсета был Милош Сарцев. И он отдельно все-таки в одной из своих статей написал, что надо быть очень осторожными с этим приемом, потому что крайне высокое закисление возникает и даже на фоне приема анаболических... Во-первых, обязателен прием анаболических препаратов, то есть это не рекомендуется натуралом, а во-вторых, даже на фоне приема анаболических препаратов при передозировке этих дропсета возможно ну, преобладание катаболизма над травмированием этих буферных систем. Подожди. Да, вопрос. Сколько раз в неделю каждую группу мышц надо тренировать теперь? Вопрос этот мы сейчас разберем. Я хотел сказать, что предложение поступило тренировать отдельно низкопороговые мышечные волокна от Андрея. Возникает вопрос ко всем вам, насколько это вообще целесообразно. Был ли хоть один человек, который бы повысил существенно массу низкопороговых мышечных волокон или там окислительных мышечных волокон? Я не встречал просто бодибилдеров, которые целенаправленно работали. Я встречал тех, кто целенаправленно пытался по поводу Силуянова, его заключение по поводу тренировки гликолитических мышц, гликолитических волокон в целом много полезного. И действительно на практике это подтверждается. По поводу теории тренировки окислительных мышечных волокон, я немножко не видел результатов у тех или иных бодибилдеров, поэтому хотелось бы увидеть какие-то убедительные доказательства на практике. Пожалуйста, Андрей. Андрей, можно ли я сначала скажу? Ну, я коротко. Ну, давай, давай, давай. Я очень коротко. Во-первых, Юр, самое главное, что понимать? Что нужно включать периодизацию. Смотри, ведь никто не скажет, что когда мы с вами тренируем силу, нам это непосредственно мышечную массу может быть и не даст. Но опосредованно, когда ты вернешься к бодибилдерским тренировкам, ты же стал сильнее, значит и рабочие веса твои поднимутся. С этим я согласен. Всего. Андрей тоже имеет в виду, почему не прокачивать ВПДЕ, если это даст бонусом потом тебе, когда ты вернешься к... Нет, мы не про ВПДЕ, мы про именно наоборот окислительные. А, ну, окислительные и мышечные волокна, их тоже тренировать нужно, ведь если ты выступающий спортсмен, тебе любые миллиметры, о чем, в принципе, Андрей всегда говорит, что вы смотрите в исследованиях, там вроде мало, но когда в общем это много. Так поверьте мне, когда выступающие спортсмены там колят себе синтов, это не для того, чтобы там красивее выглядеть, а именно потому, что тяжело уже расти. А если ты качаешь только какой-то один тип мышечного волокна, будем сейчас говорить только о гликолитических и окислительных, ведь больше будет тот человек, который тренирует их оба, скажем, и вместе, и отдельно. ты понимаешь, если бы я хотя бы сантиметр так прибавил, я бы начал окислительные тренировки, пока не получалось. Даже полсантиметра не получалось прибавить. Андрей. Смотрите, низкопороговые волокна, они уже давным-давно у всех дипертрофированы, потому что мы за счет них живем. И здесь не надо путать, это вообще разные классификации. Низкопороговые, высокопороговые, это одна классификация. Окислительные, гликолитические, это другая классификация. И вот в бодибилдинге не надо думать про окислительные и гликолитические. В бодибилдинге надо думать о высокопороговых. Они могут быть как первого типа, так и второго. И все исследования это и есть, которые показывают. Поэтому мы говорим, что в бодибилдинге подвержены гипертрофии только высокопороговые двигательные единицы. Но их достаточно большой дипозон. То есть они могут быть и первого типа, и второго 2А, и 2Х. Я могу всех напрячь при работе с 80% в стадии линии? Что касается Милуша Сарцева. Милуш Сарцев пошел дальше. Он делал гигантские сеты. Что касается, почему у бодибилдеров не растут там или никто не качает первый тип волокон или окислительный. Так вот я выкладывал себя в группе и у Головинского я выкладывал эти исследования, где брали биоксию у тяжелоатлетов, пауэрлистеров, контрольной группы и у бодибилдеров. Так вот мышцы бодибилдеров больше похожи на мышцы выносливых атлетов в циклические виды спорта. У них максимально развито как тип номер 2, так и тип номер 1. Именно за счет коротких паузов отдыха постоянно вот этого рекрутирования, времени под нагрузкой, суперсеты, дропсеты. Но понятно, что натуральному атлету в таких объемах это делать нельзя. Поэтому мы говорим, что дропсет хороший инструмент. И как показывает исследование, один дропсет заменяет 3 классических подхода. Поэтому, если вы решили делать дропсет, это не значит, что вы должны сделать 3 подхода обычно заменить на 3 дропсета. Для натурала это будет смерть. Я вам говорю сразу. Я понимаю. То есть ты подтверждаешь, что для натурального бодибилдера все-таки эти гигантские сеты, дропсеты, это не совсем оптимально. Ну, гигантские сеты точно это убийство. А вот дропсет в меру применять можно. Может быть, не с тройным сбрасыванием, с двойным. Что касается профессиональных бодибилдеров, опять-таки, есть исследования, которые показывают, что именно прием фармакологии позволяет зайти за пределы роста именно волокон низкопороговых. За счет того, что от химии образуется большое количество именно ядер, которые расположены по центру волокна, а не на периферии. Это позволяет увеличить размер еще в 2 раза. И биопсия это показала. Поэтому, мы тоже отделяем натуральный от химиков. Андрей, ты сказал, что... Прямо секундочку. Прости. И вот, поскольку мы понимаем, что у нас диаметр низкопороговых и высокопороговых он несколько разный. Подожди, подожди. Сколько раз надо тренировать, Андрей? Ты не сказал. Я еще на этот не ответил, Стефом. Я отвечу. Мы с тобой отдельно сейчас поговорим на тему чистоты. Мы пока говорим еще разбираемся вот с этой темой. И вы смотрите, что чем больше окислительный потенциал волокна, тем оно тоньше и имеет меньше свой потенциал для роста как такового. Потому что дифференциальное расстояние от ядра до центра не фибрил, оно становится длиннее и неэффективно. Поэтому любое низкопороговое волокно в диаметре вырастет всегда меньше, чем гликолитическое. Хотя кратность будет та же самая. Три раза здесь, три раза здесь. Андрей, ты сказал, что для бодибилдинга скорее важна классификация высокопороговой низкопороговой волокна. Правильно? Да. Можно ли все максимально задействовать при работе средствами, допустим, снаряда 80%? Я же про это уже три раза сказал. Я просто хотел на этом сакцентировать и получать нагрузку. Я хотел еще раз уточнить. Комментарии, я думаю, будет интересно нам всем. Конечно, Ходсер, говори, пожалуйста. Хорошо. Ну, будем обсуждать опять. Но, конечно, еще раз, это просто размышление. Сэм Андрей рассказал, что окстретительный мишечный волокон, связанный с низкой пороги двигательной ледницы, у них есть, как можно сказать, не такой большой потенциал просто, потому что ядро близкое. Да? Ядро близкое. Но, когда мы читаем литературу, там написано так. Одно из много процессов адаптации есть это увеличение количества и дров клетки. Потому что есть такие, я даже не помню, как по-русски, на парфюгралеском называется «Cellulas Satellites». Знаешь? Сателлик. Каждый ядро замечает за свою территорию. Это меседа. Да. Они просто ходят, интегрироватся и формируют сатаму нови и дров. Да? Но, сейчас вопрос. Это маленький потенциал рост и меньше количества ядров, то есть они уже далеко между ними, уже далеко. Это происходит, потому что нет эффективной методологии для гипертрофии в этих височных волокнах или это просто генетически уже так. Понятно? Это очень сложно отвечать, потому что у нас нет хороших оснований, чтобы подтверждать, что такие волокна не могут получать рост, потому что нет потенциала. Андрей, а как же быть? Вот я читаю буквально постоянно книгу «Анатомия, физиология, спорта», и там написано, что медиками доказано, что и окислительное, и гликолитическое волокно имеют одинаковый потенциал к росту. То есть оно способно гипертрофироваться точно так же, как и гликолитическое. Да, в принципе, они ему. Я же и ответил. Смотри, давай так, вот это волокно гликолитическое, да, нет, не так, вот это окислительное, а вот это гликолитическое. не покажешь, я не вижу. И это может увеличиться в три раза. То есть у этого диаметра 0,05 нано там не помню чего, да, а это 0,1. В два раза они толще. Я понял, о чем ты говоришь. потенциал роста одинаковый, но сантиметры они дадут совсем другие. Да, да, но все равно дадут. Да, и вот смотрите, не зря же вот это волокно тонкое. Как думаете, почему оно тонкое, а то толское? И почему на один мотонейрон низкопороговых идет там 10-20 всего волокон, а на один мотонейрон гликолитических тысячи-полторы? Потому что вот эти волокна, они рассчитаны для чего? Чтобы они добавлялись маленькими порциями, это позволяет делать точное движение. Если это волокно станет в три раза больше, точность будет страдать. Организм не может пойти на такие, поэтому у него есть определенный предел, выше которого эти волокна в принципе не могут. Что мы наблюдаем, ведь все бодибилдеры в принципе становятся неповоротливыми отчасти. И второй нюанс. Пожалуйста, если вы говорите, что можно ограничить рекрутирование и остановиться на тренировке на определенном количестве мышечных волокон, пожалуйста, давайте мы возьмем статодинамику с весом 30%, поставим миограф, чтобы не было рекрутирования выше 30%, и попробуйте нарастить мышечную массу. То есть, вот сколько сантиметров у вас вот эта тренировка добавит на бетюшку. Я вам могу сказать точно, практически нисколько. нет. Хорошо. Это неправда. Это не правда. Стефан не согласен. Нет, это неправда. Хорошо. Давайте Хосе и Стефан. Хосе, давай, потом Стефан. У меня есть три темы. Три темы. Первый. Размер. Андрей сказал вот так, что это, например, окслительный, а это гликолитический. Да? Вот. Но даже эта информация есть в нашей книге, Стефани, по футболу, который мы сделали на Португалии. А такие окислительные мышечные волокон обычно у них есть 7000 микрометры. Да? А гликолитически больше, чем 20 тысяч, когда человек тренированный. но показали, что из-за бегуни марафонские, их окислительные тоже толстые. Очень толстые. А поэтому на самом деле есть потенциальный роста. Это первое. А второе. Сэм Андрей сказал, такие маленькие для того, чтобы делать это точное движение. То есть маленькая сила, чтобы делать все как правы. Но в это не даж сегодня это следование. Когда он сделает в команде по футзалу в Бразили, они сделают это isotон и сделают обычная методология. Динамитический regime. Динамитический. И те которые сделают isotон получили hipertрофия и улутил цитокинэс. То чел другие которые сделали нормальную методологию. То есть если получается гипертрофия окислительных, улучшается точность и не улучшается. И еще третья тема. Например, конечно, если мы делаем изотонический режим, просто изотонический режим для тренирования человека, конечно получается улучшение результата, потому что, как Ирина уже сказал, это поперечное сочетание. Ниж это сумма оки поперечное ваще тени, а каш на вакуума. А если мы делаем тренировка полка для кислительных, мы будем устраивать гипертрофия и гликолитит. Это будет сумма сочетание. Мы делаем сочетание тренировка для гликолититит. И еще тренировка для кислительных, мы будем получать и еще болти гипертрофия. Боже, сольтар, да, да, сочетание. Дай, еще на бот. Мы просто обсуждаем. Мы говорим, что я правиль, Андрей правиль, и Степанин правиль. Мы просто на уровне размышленном там есть ваще сочетание и об Андрей, давай просто чтобы завершить тему. Что ты сказал по точности? Проблема в том, люди, когда сделают силовое упражнение, они обычно сделают перед технической работой. Это большая проблема. А как мы сделали? Мы сделали техническую работу, пусть чтобы футболисты играли сначала, а в конце сделали силовое упражнение два раза в неделю. А техническую работу мы сделали в другие дни, не тот же самый ион водород, лактат, все затраты энергии, они конечно точно ухудшаются. Но если тренируешься отдельно, мы тренировались в понедельник, пятницу на точность, вторник, четверг на силу, они и сильными становились, и точными. И поэтому я дальше получил приз самый лучший исследователь 2005 года в Иргуфис. Понимаете? Да, на большой. Да. Смотрите, Степан, я вообще про окислительные волокна ничего не говорил. Я вам говорил про низкопороговые и высокопороговые. Вот это низкопороговые, это высокопороговые. А мы говорим, что окислительные волокна могут быть как высокопороговые, так и низкопороговые. Поэтому я бы говорил про потенциал роста, про потенциал именно низкопорогового. Так вот смотрите, не ошибаюсь, 83% всех мотонейронов занимают низкопороговые волокна. Но по площади это всего 1,16 от всей мышцы. Понимаете о чем я? А высокопороговая занимает буквально там 20 мотонейронов, но которые имеют 80% всей мышечной массы. Я вам говорю правильно. Подожди, подожди, ты первый вопрос не перебиваешь. Давай мы не перебиваем. Поэтому когда вы работаете с 30% от максимума, это уже высокопороговые волокна. Перейдем кривую силу и смотрим, да, рекрутирование как идет. 25% это уже какой тип? Второй. Ребят, второй. График есть в каждом учебнике. Давай я объясняю почему нет. А ты уже посмотрел тестирование на аэробовне порога, на аэробовне порога, как вы сделали в лаборатории, как я сделал, как Егор смотрел. Ты уже видел лично, как мы сделаем это тестирование? Я не говорю тебе про тестирование. Подожди, не, чтобы ты понял, о чем я говорю. Ты уже смотрел лично, как мы сделали. Не, он не смотрел, он не смотрел. Я могу понять, я понимаю, ты хочешь сказать, что когда растут окислительные волокна, двигается аэробовный порог. Подожди, поэтому ключи определения... Давайте по очереди, давайте по очереди, Стефан закончил и Андрей... Грей, потому что ключи тогда определения окислительные и гликолитические. Именно поэтому Силуенов говорил об окислительных и гликолитических. Почему? Потому что есть исследование, которое говорит, что у человека есть своя генетика. Давай, например, любой человек, и он на мышцах нога. 50% умырленно, 50% быстрый. Если человек поставил гипс, он травмировался, он не может ходить. Что будет происходить с быстрым мышечным волокном? Что будет происходить? Ну, атрофия будешь. Атрофия, да. Но они становятся гликолитическими. Все группы мышц быстро и медленно становятся гликолитическими. А есть исследования, потому что метагонры, когда они используются, они теряют свои функции, и все мышцы становятся гликолитическими. А когда мышцы начинают тренироваться, они превращаются в окислительные. Именно если тренируемся правильно. А теперь, что мы делаем? Когда мы тестируем постепенно, поэтому это ступенточный тест. Идет каждые две минуты, либо каждую минуту, как Егор видел, Родофу и Вера тестировали. Каждую минуту, если человек в хорошем форме, мы рекрутием и больше мышечных волок, и больше мышечных волок, и идет аэробный порог, который рекрутирует все окислительные мышечные волок. И потом идет аэробный порог, когда начинается рекрутировать все гликолитические мышечные волок. Поэтому такое определение лучше, более точно. И по порогам мы могли посмотреть, какой интенсивный человек может работать. Но просто про веса чуть сложнее сделать это определение. Но мы тоже могли тестировать наш клиент и посмотреть, если процесс идет на положительный план. Да, Стефан, ты все правильно говоришь. Но мы опять говорим с тобой про разные вещи. Ты мне говоришь про окислительные волокна, а я тебе говорю про низкопороговые. А низкопороговые? В общем, они окислительные, поэтому я говорю. Да, но высокопороговые тоже есть окислительные. И я аэробный порог могу отодвинуть как? Я могу в промежуточные добавить митохондрии, и мой аэробный порог тоже сдвинется. Потому что промежуточные станут какими? Ну, промежуточные, они уже больше порога. Немножко вкалитетные, да. Да, чем у отодвинительных. А я могу еще в гликалитические добавить митохондрии, и тогда у меня еще больше порог сдвинется. Но мы же говорим не про это, мы говорим про гипертрофию. Вот, вот. А это не важно, а калитетные они или гликалитические. Нам главное, чтобы они были высокопороговые. И я тебе объясняю, что когда вы говорите, что статодинамика тренирует, окислительные волокна тренирует. Но она не тренирует низкопороговые. Потому что вы берете вес 30%, а высокопороговые включаются уже с 25%. Я-то вам вот что пытаюсь объяснить. А там еще и рекрутирование небольшое происходит. И получается тот же Попов делал на весе 50% оспирин. 50%. Какие низкопороговые, ребят, вы че? Нет, нет. Все наполовину правильно, Андрей, здесь. Почему? Если берем еще раз. Поэтому, конечно, генетика меняет от человека на человека. Если берем человека, который имеет 50% медуны, 50% быстро мышечные волокна, через биопсию, и сделаем ступенчатый тест, ты будешь посмотреть, что примерно наполовину этот тест будет начинать рекрутировать быстро мышечные волокна. Наполовину этого теста. И мы могли определить эту мощность. Если мы сделаем, допустим, на количество повторений, человек сделает 100 кг один раз, ты поставишь меньше 50 кг, он может сделать несколько раз без окислений. Поэтому идет мощь на окислитель. Это чуть сложнее. Поэтому по проценту ключи считать вес, чем просто, как вы говорите, я думаю, что когда мы работаем на окислителе по проценту от 30 до 40, оптимально. Да, но низкопороговые уже давно включились. Все, что ты говоришь, это касается высокопороговых единиц. Они окислительные, но они высокопороговые. И организм так не работает. Понимаете, в чем дело? Организм работает очень хитро. Если вы делаете быстрое движение, он включает максимальное количество волокон, но напряжение в каждом волокне маленькое. Потому что мостики начинают перепрыгивать с большой скорости. Я сейчас не буду это объяснять, но это у меня есть на странице все эти исследования. Но если я буду это делать движение медленно, ограничивать, у меня включат определенное количество единиц. Поэтому, когда вы берете 30% от максимума, это вообще, в принципе, понятие максимум, оно некорректное. Надо брать, как говорил Силуянов, усилие. Усилие. То есть я могу подать усилие 50% и уже включится как минимум 50% высокопороговое. Это правильно. Это точно. А есть мышцы, которые при 50% усилия включают вообще уже все свои волокна. Вообще полностью все. Понимаете, я хочу сказать. Поэтому ты говоришь все правильно. Но я еще раз говорю, в бодибилдинге нету окислительных и глитических. Там есть низкопороговые, которые уже все выросли, потому что мы на них постоянно ходим. И есть высокопороговые, которые могут быть как окислительные, так и глитические. У меня в книгу новое исследование, потом могу дать тебе и говорить, что они сделали биопсию на бодибилдинге и посмотрели, что тип один мышцы волокон побольше у бодибилдинге. У меня есть оно. У меня есть целый обзор, да. Но тип один, это же не обязательно они медленные. Точнее, не обязательно они низкопороговые. Мы с тобой вот что говорим. Я тебе тоже скину, где написано вот эта градация, сколько мотонейронов, куда они подключаются. Я тебе скину, почитаешь? Да, я посмотрю. Дорогой Андрей, смотри, тут немножко наши зрители, некоторые путаются. Нужно у нас две классификации. Гликалитические, окислительные, низкопороговые, высокопороговые. Еще говорят быстрые и медленные. Уже получается, что они вообще крыши видят. Шесть видов волокон. Ты сегодня говорил такую фразу, что тренировка, прицельная тренировка окислительных волокон не даст большой кипертрофии. Я тебя правильно процитировал, да? Прибавки в сантиметр. Прибавки в сантиметр больше не даст. Чем ниже порог волокна, тем оно тоньше в диаметре. И тем оно меньше даст суммарную прибавку. Ты это говорил, я помню. Ты это говорил, я помню. Вот когда мы видим велосипедистов с огромными бедрами гигантскими, которые выполняют такую работу, скажем так, гликалитическую. Вот у них там больше волокна гиперпрофирулисокислительные или гликалитические? Смотри, Юр, там другая ситуация. Когда мы берем биопсию, мы смотрим, вообще, сколько в поперечнике занимает количество этих волокон. И когда мы берем, например, те же велосипедисты, мы видим, что у них, например, 6000 сантиметров кубических, я уж там буду говорить, занимают отиселительные волокна или первые дофит, и столько же занимает второй тип. И когда мы говорим, что суммарно, суммарно площадь одинаковая, но у этих внутри волокон в 10 раз больше, потому что они просто тоньше. Но мы посмотрим подперечник, поэтому вот эти 6000 первого типа вырастут ровно настолько же, насколько 6000 второго, потому что они в поперечнике-то целые. И правильно Хосе сказал, каждое суммарное волокно дает определенный объем. Но если у тебя этих волокон изначально мало, тогда они тебе вообще ничего не дают. Андрей, я правильно понимаю, что, и ребята вот тоже спрашивают в чате, то есть ты считаешь, что для бодибилдинга окислительные отдельно тренировать вообще не нужно? Да я вообще, еще раз говорю, вот говорю прям в пятый раз. Классификации не надо путать. Окислительные, эпиклетические, это для циклических видов спорта, где ставится выносливость, там какие-то, в бодибилдинге важно мясо, там пофигу какое оно, окислительное или гликлетическое. Я задам по-другому. Андрей сказал, что при работе... Низкопородовые не надо тренировать отдельно. Да, я же еще раз говорю, все исследования, в том числе и на бодибилдерах, показывают, что у них при классической бодибилдерах всем растут оба типа волокон. И первые, и вторые, но они все высокопороговые. Поэтому смысл отдельно тренировать, это говорит о том, что вы снижаете работу гликолитических. А зачем это делать, когда вы можете тренировать все вместе? А вот добавить нагрузку на более высокий смысл иногда есть. И поэтому дропсет иногда можно применять. Поэтому делить, делить, смысл нет. Если только в рамках периодизации, там для чего-то. Но вопрос, зачем? То есть, если я одним упражнением, одним подходом проработал все волокна, и они у меня все выросли, зачем мне тренировку разделять на две? Это же время больше занимает. Егор, я скоро должен идти. Будем остановить, на следующий раз продолжим или подчастота? В общем, я хочу сказать, что мы остановим и сделаем потом вторую серию через неделю. Если зрителям это интересно. Я хотел отметить, что на стриме царила атмосфера дружелюбия, культуры, высокой культуры. Никто никого не оскорблял, не перебивал. Всем давали высказаться. Мне это очень лично приятно. Я надеюсь, вам, дорогие зрители, тоже напишите об этом в комментариях. Я дам ссылки, ссылки на всех гостей. В описании к этому видео, в течение часа. Кому интересно почитать работы того или иного специалиста, я все ссылки размещу. Смотри, ребят, смотри. Я предлагаю так. В следующее воскресенье, то же самое время, можно? Я, Степан, мы все заговорим заранее. Предварительно то же время. На воскресенье следующее мы зрителей пригласим. Я думаю, что все согласны присутствующие. Окей, посмотри. Может, так сутим тогда, чем такую будем, чтобы... Подождите, подождите. Я хотел уже говорить, у меня есть несколько материалов. Чистота. Сколько чистота мы должны, количество занятий в неделю. Я уже приготовил материал. Тоже, если мы должны сделать кардио, кардио-тренировку в нотошак, без еды. Много там еще использует. И думаю, если больше жира сжигает или нет. Без разницы когда. Подожди. Друзья мои, друзья мои. Степан, послушай, пожалуйста, меня. Послушай, пожалуйста, меня, Степан. Мы тему все-таки объявим отдельно. Сейчас мы приглашаем наших зрителей на следующее воскресенье. На, думаю, что на то же самое время. И в том же самом составе постараемся все быть. Но я уже понял позицию Андрея Замятина, что в принципе с весами около 80% от одноплокторного максимума мы можем нагрузить все высокопороговые волокна. То есть все те, которые хорошо гипертрофируются в нашем организме. Но ты, Степан, и вот вы, Хосе, вы как два специалиста, вы можете сказать, что мы достигли в этом вопросе консенсуса? Вы согласны с тем, что одним весом можно нагрузить все высокорекрутируемые волокна? Или нет? Или все-таки вы рекомендуете бодибилдерам все-таки отдельно тренировать? Отдельно. Но будем говорить на следующий раз, как сделать отдельно. Но рекомендуем, чтобы тренировались отдельно. Я понял. Мнение специалистов разделились. Но я могу сказать, что я отдельно пока что не тренирую, потому что я пытался это делать отдельно, но не получил выгод. Я получил выгоды, когда мне нужно было развивать выносливость, развивая, отдельно тренировал, наращивать метахондриальную массу, мне тогда отдельные тренировки на это помогли. А вот тренировки вот этих вот окислительных волокон, я не увидел от них эффекта, поэтому тренируюсь так, как рекомендует Андрей. Пока что. Или вы предложите нам какие-то другие схемы. Хорошо? Да, я хочу тоже поблагодарить всех. Жаль, что так быстро действительно заканчивается, потому что мне самому нечто. Почти два часа. Пролетело незаметно. Мне реально самому очень интересно слушать, и люди благодарны. Действительно, как бы только разговаривались, и приходится заканчивать. Андрей, спасибо. Спасибо, Стефан, Хосе. Юра, спасибо, что... Еще вопрос здесь сейчас. Хочу сказать, люди, которые не поняли, мы с Егором снимали, они думают, что мы плохо говорили об Андрееве. Мы ничего не говорили плохо. И поэтому мы здесь, чтобы создать, и пригласили Хосе, тоже специалист, который хороший. И мы сделаем, чтобы все получили пользу. Это наоборот, мы хотим создать и двигаться. Это наши цели. Хосе очень хорош. Все, давай, Андрюха, давай. Заключительное слово за тобой. Заключительное слово за Андреем. Погнал. Да, спасибо. Хочу сказать, что Егор очень корректно всегда говорит, в плане того, что прежде чем чего-то снять и выложить, он говорит, Андрей, ты не против, если мы как бы это сделаем? Я говорю, конечно, не против. Мы же все дискутируем, мы делаем одно дело. Он правильно сказал. И мы должны как бы слушать друг друга, и всегда взгляд замыливается. И интересно послушать изменения с других сторон. Когда, может быть, что-то с какой-то стороны, кто-то начинает смотреть по-другому. Поэтому я тоже Егору благодарен, что мы вот в таком хорошей дружеской атмосфере научно все пообщались, высказали вот эти точки зрения, да, все аргументировано, все. То есть спасибо, Егор, тебе тоже, как бы. Я думаю, что это всем пойдет на пользу вообще. Хосе, тебе тоже спасибо. Очень приятно было за вот познакомиться. Друзья, мы вас очень любим. До следующей встречи через неделю. Пока. Дим, пока. Друзья, хорошие новости. Вы постоянно спрашивали меня, где и как можно приобрести одежду с логотипами Heavy Metal Gym. Теперь у вас есть такая возможность. На сайте майки.ру вы сможете найти то, что искали. И теперь можно ходить, тренироваться в майках, футболках, худи с логотипом любимого канала. Заходите по ссылке в описании и заказывайте свой любимый бренд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!